Привет! Как дела? Сегодня я расскажу вам про Bormut Air Festival или Air Show, то есть авиашоу в Бормуте, про которое я вам уже обещала рассказать, когда рассказывала про Бормут. Ну и вообще, это, наверное, одно из популярнейших авиашоу, которых очень много проходит в Великобритании ежегодно. От 40 до 70 авиашоу проходят на морских курортных побережьях Великобритании. Бормут считается самым популярным среди таких курортно-морских авиашоу. Ежегодно туда приезжают около миллиона людей, чтобы посмотреть дисплеи самолетов и вертолетов. Дисплей – это, ну, такое небольшое представление одного или нескольких самолетов, или целой группы самолетов, каких-то трюков, каких-то виражей и демонстрационных пролетов над морем. В таких авиашоу участвуют чаще всего военные, исторические самолеты, ну, а также современные истребители и вертолеты, которые тоже англичане желают продемонстрировать своей публике. В Бормуте такое авиашоу проходит в течение 3-4 дней. Начинается это обычно где-то со среды четверга и заканчивается уже в воскресенье, в последний уикенд августа и иногда переходит на сентябрь. Я была на таких авиашоу раза 3 или 4. Первый раз я попала туда в 2015 году. Запомнила дату, что это было 22 августа. И вот сегодня ровно 5 лет, как я впервые побывала на таком авиашоу. И после этого я влюбилась в самолеты, я влюбилась в такие вот дисплеи, которые рассказывают и показывают как функции самолетов, так и искусство пилотирования таких крылатых машин. Очень красиво это все выглядит. И почему я запомнила эту дату? Потому что вот именно в тот день, когда я поехала, помню, был жуткий трафик. Я поехала на автобусе и добиралась до туда 4 часа, когда путь обычно составляет 2 часа. Потому что очень много автомобилей, все прямо буквально ехали в этот Бормут. Очень долго, очень я устала уже к тому моменту, как я приехала. Шоу там уже началось, уже я видела. Я когда подходила к месту, где можно посмотреть это шоу, кстати, там пляж на Бормуте, а над ним горы. И вот на этих горах, это клиффы называются, клиффы это скалы, но они так немножко скалистые. На этих горах можно наверху стоять и смотреть все, что происходит над морем. Самолеты летают над морем в целях безопасности. Но вот именно в тот день в другом городе тоже проходило авиашоу. Это было в городе Шорхам, это на востоке Англии, а я была на юго-западе Англии. И вот один из таких самолетов, по-моему, Хавк потерял управление. И хорошо, что он куда-то вырулил, от большой толпы ушел, но, к сожалению, попал на трассу и протаранил несколько машин и сам, в конце концов, взорвался. Я не помню, летчик спасся или нет, но, к сожалению, в тот день погибло от этой аварии 11 человек и 14 получили ранения. Очень страшно было читать это в новостях. И так как я узнала об этом уже, когда села в автобус ехать обратно, прочитала сообщения от мамы, где ты, что с тобой, тоже такие переживания. Она знала, что я поехала на авиашоу, но не знала, на какое именно. То есть в один и тот же день проходило несколько авиашоу. Возможно, даже те же самые самолеты летали и туда, и туда, по различным точкам Великобритании. Вот как раз вот этот Халвк, может быть, даже его, я и увидела, когда только приехала в Бормут. Я вижу, что там летает вот так вот, ву-у-у, еще звуковые эти барьеры. Я слышу, я хочу, я бегу туда, но, как бы, хотелось увидеть, конечно, больше современный самолет, и я просто в восторге от того, что они могут вытворять. И вот я видела, что он туда-сюда скачет, так вот, летает очень быстро вверх, взлетает потом вниз, и вот эти волны доносятся до меня звуковые. Я прямо бегу-бегу-бегу туда, но не успела на представление имена этого Халвка. Потом еще были Тайфун, Хуракейн, Ураган. Как я все это узнаю, все эти названия, там все абсолютно рассказывают в громкоговорителе, на каждом фонаре стоит громкоговоритель, и буквально ты слышишь голос ведущего, который рассказывает все функции самолета, какие он может делать трюки. Я даже уже выучила язык английский, который относится к самолетам, там знаю, что такое кокскрю, это штопор. Сейчас он войдет в штопор, потом там что-то он крутится, вертится, в общем, все названия, которые он говорит. А сейчас он покажет там кокскрю или что-то кокспид, это, по-моему, кабина самолета. В общем, уже так потихонечку начала изучать и этот лэнгвич. Очень много слов и словосочетаний, и в английском языке я вот узнавала на таких мероприятиях. То есть на каждом мероприятии ты берешь что-то новенькое, новые слова и новые фразочки, которые потом переводишь, потому что мне же надо, то, что я снимаю, мне надо вписывать в агентство, отправлять, что это был за самолет. Ураган, тайфун или какой-то... там разные были. Я уже рассказывала про Speedfire, это самый такой значительный самолет во времена Второй мировой войны был в Великобритании. И другие. Есть и акробатические. Там даже проходят какие-то парашютные дисплеи. То есть летит такой огромный самолет, из которого выпрыгивают парашютисты, и они прямо приземляются перед зрителями. Именно на пляж, вот там, где и проходит все это шоу, где стоит значительная масса народу, который все это смотрит. Обычно на авиашоу приплывает очень много кораблей, там какой-то еще авианосец стоит или, я не знаю, очень большой такой военный корабль и много-много-много-много-много-много-много яхт. И вот с этих яхт люди смотрят с другой стороны, со стороны моря, как там все происходит. Конечно, сама площадка, над которой летают самолеты, расчищается полностью. То есть получается, с одной стороны стоят зрители на горе, а с другой стороны за определенной линией стоят море кораблей. И вот эти корабли тоже там принимают участие иногда. И был такой момент, что было представление, что пираты приплыли на кораблей и хотят захватить берег. А там еще иногда и танки привозят какие-то, ну, в общем, бронемашины. Тоже показывают все это, можно туда залезть, пофотографироваться. Для детей очень интересно. И показывают представление, как летчики на вертолетах спускались на эти пиратские корабли, чтобы предотвратить нападение на берег, на землю. В общем, очень много всего интересного происходит. Допустим, мне очень понравились акробатические wingswalkers, по-моему. То есть гуляющие по крыльям самолета акробаты. То есть они не находились в кабине, но в кабине были, естественно, пилоты. А еще сверху самолетов были акробаты, которые мало того, что самолет крутится, они еще там что-то вытворяли, какие-то там, я не знаю, шпагаты показывали и делали. Я их не сразу увидела, потом, когда увидела, стала поближе камеру так наводить. К сожалению, конечно, опять у меня 2015 год пропал, но у меня остался клип, как это все было именно в тот день. И часть этого клипа вот вам показываю. The Breitling Wingwalkers. Yes, we're going back to those years after the Great War, when there were plenty of spare aircraft, plenty of spare pilots, but not enough jobs to go around. So they picked them up, they took these aircraft out of the Midwest and they dropped into the villages and towns, landed on the roads and said, hey girls, let's go flying. Yes, it was a gentleman called Ormond Locklear who decided to venture out on the wing. He said to sort out a technical problem, but no, there wasn't. He just stood, not just on the wing of the aircraft, he was flying in, but he then walked across and jumped onto the wing of another aircraft flying alongside him and that started the Flying Circus and the Barnstormers that you see here today. Please welcome Dave and Martin and Nikita and Florence. Okay, let's get back in the cockpit. And I think you'll agree that that is a fantastic camera shot and a testimony again to Breitling to be really able to appreciate this beautiful color scheme. Помню я опыт прошлого года, я в следующем году уже поехала на фестиваль авиации в Бормуте на поезде. Поезд, конечно, стоит дороже. Если на автобусе туда можно доехать за 5-7 фунтов, туда и обратно я уже рассказывала, то на поезде билет обойдется где-то в 20-25 фунтов, тоже туда и обратно. Это дороже, но зато это четко пребывает по расписанию Никаких пробок Поезд идет там ровно, по-моему, час 25 или час 30 Точно не могу сказать, но до 2 часов То есть, если я выйду в 9 часов, то в 11 я уже точно буду на месте Вроде бы программа дневная начинается в районе 12 часов Может пораньше чуть-чуть там какие-то корабли приплывают Какие-то танки показывают То есть, начинается вот с такой, с пиратской, наверное, программы Каждый день разная программа Но чаще всего какие-то виды самолетов участвуют каждый день Ну и самой главной вишенкой на торте всегда является акробатическая группа Red Arrows То есть, красные стрелы, которые всегда пролетают Я уже рассказывала и над Букингенским дворцом в день рождения В официальный день рождения королевы И на все политические какие-то государственные мероприятия Red Arrows это моя самая любимая, я думаю, у всех британцев самая любимая группа пилотов Которые выполняют такие трюки, выполняют такие штуки со своими самолетами Это группа пилотов, чаще всего 9-11 самолетов Они вроде бы как истребители Точно не могу сказать Но такие, они всегда выпускают хвост Вот этот вот триколор красный, синий, белый И их, благодаря этому хвосту, наверное, больше всего и запоминается эта группа Потому что они иногда летят, допустим, в один момент И потом раз, и как фейерверк Это даже визитной карточкой этого шоу является вот эта картинка Когда красные стрелы расплываются в разные стороны из одной точки Это, по-моему, называется Джакса Пол или что-то такое В общем, такой фейерверк получается И вот эту картинку все фотографы стараются уловить Но она происходит только единственный раз Когда уже заканчивается вся программа этих красных стрел И под конец они делают вот этот вот трюк Очень красиво Мне не удавалось словить картинку Потому что это происходит моментально Для этого нужен фотоаппарат, который фотографирует так За одну секунду 60 снимков Я, конечно, больше на видео делала акцент Всегда на таких мероприятиях Потому что видео это все-таки живые картинки Они так и называются Фотографии называются стилс То есть замершая картинка А это называется moving pictures То есть живые картинки То есть что, зачем, шло, куда и когда пошло В общем, видео это мое все This is the corkscrew Акцентрик 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 Или Это фабулous Твистер. Готово-дизый с Ред-Смоком. Ред-4 Майк Балден. Майкс в его втором году. Майкс в его втором игре. Он из-за хорк-фрай инструктора. Ред-Смоком! Ред-Смоком! Ну и вот в следующий год я поехала на поезде. А еще через год мы уже ездили с мамой. И я решила вообще снять отель. Потому что... Хотелось пораньше приехать, покупаться еще и позагорать. Помимо того, что авиашоу посмотреть, так можно же еще и приятное с полезным провести день на пляже. Один раз я смотрела это авиашоу прямо с пляжа. И снимала буквально... Находясь в море. С телефоном заходила в море и снимала там. Но, по-моему, эти картинки у меня куда-то пропали тоже. В общем, очень много жалко полезных и интересных фотографий и видео у меня пропало. Но что-то я нахожу в клипах, которые я делала для своего канала London Island. На котором рассказывала вообще о мероприятиях без комментариев. Ну, кому интересно, подписывайтесь на этот канал. Смотрите без рассказов все, что происходило в Лондоне в 2012-19 годах. Ну и там же я выставляю какие-то видеоролики, которые я и в данный момент снимаю. Вот в этом году что-то снимала. Ну и в будущем, что буду снимать, тоже и там выставляю просто как под музыку. И здесь рассказываю вам, как все это было. И вот мы сняли отель для того, чтобы еще пойти на вечернюю программу. Оказывается, там по вечерам летают тоже самолеты, те же самые. И с какими-то фейерверками, салютами все это действие происходит. Но, к сожалению, мы настолько устали в предыдущие дни. Мы еще в предыдущий день съездили в Своныч. Это тоже городок такой, приморский курорт, недалеко от Бормута. Съездили туда посмотреть, что это за город и с чем его едят. Вечером вернулись и мы устали. И в итоге мы не пошли на вечернюю программу. Может быть, когда-нибудь я попаду и покажу вам, что там происходит по вечерам. Сама еще не знаю, не видела. Но очень интересно, видела фотографии в интернете. Достаточно интересно. Я так понимаю, там самолеты летают и потом из них вылетают какие-то салюты или фейерверки. Я не знаю, что это. Но очень красочно, ярко и интересно. Ну вот пока и все, что я хотела сказать о Бормут фестивале. Я не прощаюсь с вами, говорю вам до свидания. До новых встреч.